добрый день дорогие друзья завтра 9 мая наша страна празднует день победы а вчера съемочная группа youtube канала сняла три ролика названием бессмертный полк но это бессмертный полк нашей семье это рассказ про моего деда георгия петровича гольцова это рассказ про мою тетю людмилу георгиевну гольцову это рассказ про моего дядю бориса георгиевича гольцова который погиб в январе 1942 года в возрасте 16 лет оставшись навечно молодым от него даже не сохранилась фотография вот вчера мы сняли три рассказа в цикле бессмертный полк а сегодня я подумал как будто что-то они договорил как будто что-то не досказал а что только вот бессмертный полк и фотография с фанеркой это память о войне я подумал что нет я не все еще сказал мне хочется еще что-то высказать да вот тетя люся это старшая из трех сестер умерла девяносто седьмом году моя мама средняя сестра она умерла 17 2017 году возрасте 85 лет их брат борис гольцов как я уже сказал трагический погиб геройский погиб в 1942 году в возрасте 16 лет но их младшая сестра татьяна георгиевна гольцова в девичестве а по мужу малиновская татьяна георгиевна моя тетушка младшая сестра вот двух своих сестер брата оставшиеся вечно молодым она здравствует она еще полна жизненных сил устремлений и она работает даже работает парикмахерской недалеко от своего дома и вот что значит блокадная закалка уже в возрасте перевалив далеко за 80 татьяна георгиевна малиновская идет по жизни с оптимизмом глядя в будущее вот что значит человек пережил блокаду хотя до начала войны и по моему еще и пяти лет там не было а есть у нее и подруга и сверстница это валя корсунова в девичестве сверстница которая тоже пережила блокаду и жили они в одной квартире а потом когда я родился тоже еще это все помню что в нашей огромной шестикомнатной коммунальной квартире по адресу 11 линий дом 58 квартира 3 мы занимали наша семья занимала две комнаты а через коридор напротив жила тетя талия наталья петровна и тетя вали это ее дочь была и вот тетя вали дружила с тетей таней вот моей тетушкой она тоже блокадница валентина николаевна коршуна в девичестве потому что я не не помню ее фамилию по мужу но да и бог долгих лет жизни еще тоже она здравствует и живет в ленинграде и пережив блокаду получила закалку большую и серьезную на всю жизнь и является борцом но и у тети вали были брат и сестра ее старшая сестра зоя николаевна это моя крестная как я ее в детстве звал кока зоя тоже блокадница на ушла из жизни несколько лет назад а в этом году перевалив за 90 90-летний рубеж ушел из жизни ее супруг дядя саша они лежат на смоленском кладбище там же где и мои родители мои папа и мама а брат их юрий николаевич дядя юра он был сверстник моей мамы я помню как они рассказывали когда вот с началом войны в ленинграде тогда еще не блокадным руководством города было принято решение об эвакуации детей в центральные районы страны но эвакуировали не всех детей а я не помню точно по моему там граница была где-то с восьми или девятилетнего возраста нижняя планка верхняя 14-летний вот те кто попадал вот в эти так называемые ножницы там с 9 до 14 лет должны были быть эвакуированы потому что которые дети меньше там но они требовали как бы еще ухода там родительского их сложно было отправлять в вклад самостоятельно те которые были старше 14 лет но вероятно них рассчитывали что они наоборот могут там в городе еще приносить какую-то пользу и вот моя мама который на момент начала войны было девять лет и и получается вот троюродный брат дядя юра они подлежали эвакуации и были посажены в эшелон и поехали и мама рассказывала как где-то в новгородской области не помню там где-то в районе волхова или волдая был ли были уже перерезаны пути и оказалось что эти эшелоны которые направлялись в эвакуацию то есть боялись нападения со стороны финнов а по существу эти эшелоны пошли прямо под немецкие танки под атаки и и на земле и с воздуха и эшелоны там бомбились попадали вот под бомбежки немецких фашистских самолетов и мама рассказывала как при очередном там авиационном налете они выскакивали из вагонов и бежали мама хватала там какую-то кастрюльку а рассказывала а юрка вот ну про юра николаевича брата рассказывал а он юрка схватил подушку и вот мы бежали по полю когда мы собирались на различные праздники там вот нашей коммунальной квартире отмечали или там майские праздники ноябрьские то дядя юра и мама они там спорили дядя юра говорил да нет валька ты путаешь это ты схватила подушку а я кастрюльку и вот они действительно вспоминали а потом когда уже в городе сообщили что все эти эшелоны они скопились на какой станции не помню как она называлась лужковцы и лужковицы и уже нет возможности вывозить вот этих детей дальше на большую землю не прорваться вести их обратно в ленинград там не знали как это организовать и тогда бабушка матрёна по моему звали это моя прабабушка мать моего дедушки георгия петровича не знаю каким образом она добралась вот до этой станции где скопились вот эшелоны которые не смогли прорваться на большую землю и там в этом огромном скопище народа многотысячным она разыскала и мою маму и ее брата вот юрку и привезла их обратно в ленинград и уже вот все это большое семейство вся эта родня жила вот всю блокаду боролась с голодом холодом с бомбежками артобстрелами боролись и помогали и спасали друг друга а бабушка моя вера петровна вера не было еще сестра ее звали надежда надежда петровна получается вот их было как будто три сестры вера надежда но вот третье ее звали не любовь как по-библейски а наталья наталья петровна коршунова да вот было три сестры и у тети нади тоже были дети которые вот тоже пережили блокаду вот тетя нина тетя нина потом вышла замуж за балтийского матроса бориса николаевича королькова и дядя боря корольков он служил на балтийском флоте он служил на небольших кораблях которые назывались морские охотники эти морские охотники вот такие как катера носились по балтийскому морю и наносили урон фашистским кораблям вот такое вот было большое героическое семейство жила на 11 линии дом 58 квартира 3 пережила переживала блокаду как же я могу сегодня не рассказать вот своей родне которые пережили героическую блокаду можно сказать что не все вот из моих родственников там были на фронте разве человек который пережил блокаду разве он не герой разве он не был на фронте на фронте борьбы с немецким фашизмом и неважно сколько лет было тетя тани дай бог еще и долгих лет жизни неважно сколько было лет ее сестре и подруги тетя вали тоже еще маленькой девочки момент начала войны были они героями да они были героями которые своим фактом существования своей жизни в блокадном городе боролись с фашизмом и брат тети тани борис гольцов который погиб 16-летним тоже герой их сестры и братья дядя юра тетя зая моя тетушка тетя люся моя бабушка и дедушка тетя талия тетя надя ее дочь не на все это герои что еще я хочу сказать наше поколение тут мое поколение там ну будем говорить мои сверстники кто-то чуть старше чуть младше я родился в пятьдесят пятом году марина это дочь дяди сашей тети зои несколько моложе чем я лена это дочка дяди юры тоже моложе чем я люда это дочка тети нины и дядя боря девичестве королькова а по мужу григорьева она старше чем я но мы учились с ней в одной школе 29 средней школе гена парсаданов это брат марины мы все вот будем говорить поколение которое не застало войну но наши родители ее застали они не просто застали они ее видели они ее пережили они ее хорошо помнили рассказывали нам о том что такое война часть и очень часто звучало главное чтобы не было войны главное чтобы не было войны особенно это говорили старшие ну бабушка моя например эти стали главное чтобы не было войны а что мы должны как мы должны нести эту память вот наше поколение я и вот мои двоюродные троюродные там братья и сестры мы должны рассказывать о блокаде ленинграда своим детям своим внукам мы должны пронести по жизни эту память и гордиться тем что наши предки кто-то воевал на фронте а кто-то пережил блокаду это было то же самое что фронт вот что я хотел еще сегодня добавить вчерашним рассказом о героях бессмертного полка вот что я хотел такое вот сделать дополнение с праздником вас дорогие мои родные с днем победы всех вас поздравляю и обнимаю и прежде всего тех блокадников блокадниц которые еще сегодня не просто живы а сохраняют активную жизненную позицию и идут по жизни с гордо поднятой головой тетя валя моя тетушка таня и все еще родные которых я не упомянул которые пережили блокаду и пережили войну с днем победы